привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга этот огромный рынок у нас в нашем городке айхеляйн который уже да да отстроит дома третьего уровня потихонечку но я тут не про дома я про эти чертовы пасеки которые как я и говорю мед если есть то его сразу нет посмотрите что творится у нас уже август месяц по 4 человека работают на каждой пасеке что здесь что здесь если вы думаете что у нас есть мед вы сильно ошибаетесь он появляется в размере единички в месяц наверное может быть две единички в месяц естественно он разлетается как горячие пирожки его не успевают просто даже донести поэтому вся надежда на наши поля у нас август а значит что теоретически остался месяц я боюсь что они не успеют поэтому я знаете что сделаю я объявлю о сборе раннего урожая вот таким образом пусть собирают да но не выросла но 349 зерен пусть собирают я боюсь что она опять забагуется этот у нас еще целый месяц я думаю овес вес нет что это ячмень вот так что пускай собирают единственное что мне придется означать сюда людей потому что некому собирать наверно так одни там еще строят у нас кого снимать солодильня и так уже снято я построила красильщика почему красильщика потому что у нас есть теперь партнежная мастерская делает она естественно одежку краски и ткань теоретически можно было конечно импортировать из столицы в столице у нас очень бедные кусты там этих ягод хватает только так на хлебушек намазать даже здесь в общем-то кусты богатые но ягод у нас не так чтобы очень много красильная насколько я поняла она требует по моему то ли дверь то ли даже с 4 ягоды для того чтобы создать одну краску ну пока у нас краски есть льняная ткань есть пускай делают одежду не знаю где она где-то она уже тоже есть так что пусть делают вот ну и пивоварня естественно пивоварня работает но она уже скажем так заканчивает работать солод закончился ячмень закончился и пиво у нас шепчет его больше нет поэтому я успела построить вот два дома третьего уровня пока не наступил кризис ну а теперь кризис наступил вот нам в принципе больше ничего здесь не надо повышать мы сделаем если успеем еще одно хозяйство третьего уровня и у нас останутся хозяйства второго уровня как раз 7 штук в принципе это все что нам надо чисто как сказать для красоты может быть конечно можно было бы поставить либо этот домик сделать давай мы его сделаем вторым уровнем опять же пока можно вот а вот чисто для красоты даже не знаю а вот тут площади сделать вас вы еще до второго уровня не доросли они есть первого уровня еды не хватает им всегда всем не хватает еды ай ладно пускаем и так я искала людей на поля забрать лесника знаю забрать спила рамы у нас кстати досок дофига и больше я забираю спила рамы человека у нас древесины я пришлось мне опять поставить стройку здесь потому что что-то непонятно это почему-то эти стройматериалы лежали перед этим домом и все его никак не могли до строить наверно сейчас у нас его туда делают я надеюсь вот это было последнее бревно и исчезнут все эти стройматериалы перед думал да наконец отлично а это между прочим тут топчется у нас дружина это смотрите все эти дружинники стоят и пока строится наш господский дом они толкутся здесь но как только он построился они так интересно по одиночке по одному человеку вот по лестнички пойдут в дом знаю что там делают барышни ну что мне песенки поют на людьми играют но он или все они все дружинник дружинник идет домой они все живут в этом доме боже мой белоснежка из всем гномов белоснежка и 20 сколько их там и 24 дружинника в общем весело-весело да ну белоснежка такая заходите не стесняйтесь мальчики пошли забавно сделано есть конечно в этой игре действительно забавные моменты есть корябые моменты а есть моменты забавная как раз они хотят дровакола ну вот вот теперь все равно я могу назначить комик и он опять будет перестраивать это очень странно честно говоря ну да ладно нас волнует больше что у нас на полях на поля мы можем назначить еще одну семью даже не хватает может они справятся так у нас пшеница собирается да слава богу ее будет немного даже с такого огромного поля но хоть что-то потому что но она была правда забагованная очень забагованная и пусть уж лучше так не знаю как они продержатся зима у меня какие-то яблоки какие-то яйца немного ягод капканы абсолютно бесполезно и абсолютно бесполезно я не знаю насколько много или больше они дают мясо как по мне вот что пасека что капканы пустая просто трата вот этих вот очков абсолютно четыре человека и здесь четыре восемь человек а толку как видите как убить и если я включу я просто сниму человека вот нету смысла его оставлять выключены да нам нужны работники вот все еще лежит лен наша ткацкая мастерская и но они работают уже ничего им им ничего не скажешь они понаделали кучу льняного материала где он вот 241 льняная ткань умотаться можно а вот эти наши мастерские ткацкие партняжные я не понимаю чего они пас топлива пополнен иди краску бери не сделай одежду но не это очень медленно делают возможно им сюда надо добавить человека давайте попробуем партняжная пивоварня давно у пивоварни есть второй человек но дело в том что там там просто солода нету и кому там работать я сняла всех я сняла всех кого только можно вот этих только еще можно снять чтобы что-то строилась успелось отсюда сняла лесников снимать не хотелось бы у нас все таки очень все плохо с лесом он не успевает расти надо ставить второго лесника чтобы обеспечить перерост леса достойным так что я не знаю хоть снимай с этих пасечников потому что ну правда но ну вот где они все люди ждет чего ждет дома сидит ждет пошла куда-то лоренс ждет еще один ждет 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 какой грустный несешь надеюсь мед ну не знаю я страшно недовольны не знаю может быть пасеку надо строить прямо вот ты до работница этого несет груз милоту куда на его несет у них наверно ларек есть свой ли куда так каким образом это происходит то есть она принесла где этот мед увидите мед я не вижу мед похоже пока она не сломит по всей этой долгой дороге она его съела так ну тогда понятно а я не могу их знаешь чего вы там все ждете непонятно чего ждет столько народу и вот просто знаю в никуда идите все сюда три человека поймите сбором урожая лучше ну вот ахиллайн ахиллайн присоединилась семья вот и пока они тут все соберут у нас и ячмень глядишь подойдет осталось то всего 15 дней они успеют тут убрать обмолотить я надеюсь как земля под паром следующее как то так давай посмотрим что у нас творится в бурге здесь я даже не знаю что у нас так дополнительно приоритет тут я не понимаю рэшинг приориты что такое фэшинг фэшинг понятия не имею не трогаю на всякий случай тут ничего так вы тут все ждете понятно у вас еще не вам еще не пора хотя я могу например объявить тоже ранний сбор чтобы они просто-напросто успели все сделать тут у нас что пшеница 14 дней давай поле ранний урожай все туда сейчас мы соберем людей а как туда еще мы возьмем людей а кстати подожди ямата для трупов так и ничего там нету у нас на хранении вот никаких трухов так кого еще мы можем снять откуда сюда вот у нас немножко для немножко тут у нас сильная просадка по доскам а знаете почему потому что у нас еды вообще кошмар еды нету вообще нету потому что мы делаем щиты торгуем щитами слушай еда а почему мы не закупаем уже закупаем мясо мясо закупали в больших количествах ну да мясо то как раз и есть на рынке мясо никто не хочет есть я больше ничего вам не буду нет 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 не буду я вам ничего закупать из еды мясо кстати самая дешевая мясо кстати самая дешевая и ну двадцатка на рынке это достаточно не знаю чего они не знаю чего они хлеба наверно хотят либо нет сейчас будет надеюсь так давай еще откуда снимать значит отсюда мы сняли пилорама пилит горн я бы тоже не станала слушать наверное у нас тут ягоды то уже все собрали в принципе да ягода не все собрали за корзиной до сюда что это скорость такая сейчас было я ядерная да они все закончили работать оставим одного собирать травку вроде они еще собирают и в это время года и вот так на полях пошла пшеничка у меня такое впечатление что что-то с ячменем нету почему-то моя целодельня вообще не работает по на два месяца вообще не работает так слушает себя мы закрыли да так что еще пивоварня работает она должна работать она просто обязана работать корчма там все в порядке с пивом все есть теперь партнер жена и отключена у нас что с одежды одежды хватает да партнер жена если что можем включить так вот столярка любляет огромное количество этих как-то они эти щит это не особо продаются требует две доски один щит но это тоже требует две доски ладно а кто еще лучники отключены кузница а да и кузница у нас делает этот самым делает копья которые мы тоже а вот куда доски и на копья доски у нас уходят вот куда огромное количество досок у нас уходит все понятно а копья мы продаем нормально скажите мне мне не понизились цене нет почему 72 у нас армия 36 а ну да как бы на две армии слушай ну наверное нет зачем мне на две армии держать запас когда у меня уже не будет двух армий я вообще ни одной не могу только если мы там кого-то потеряем пополнить поэтому можно оставить 36 другой стороны я не знаю куда мне столько денег вот все гонки мы больше не торгуем а кольчуги упали но мы их ввозим и больше как бы и не возились так щиты не упали пока в цене ладно пухли не упали чем мы еще торгуем здесь ничем здесь мы завозим очменек или но здесь мы торговали дровами и позже давай-ка все не торговать смысла нет по копейке пусть немножко поднимется окно и здесь соответственно тоже ничем мы не торгуем оружие вот то есть торговля все в порядке с торговли в порядке денежка потихоньку капать диск капает влияние капает да потому что мы строим всякие там здания третьего уровня а вы хилями и потихонечку мы близимся в принципе наверно второй битве второй битве за второй участок опять же эти участки надо осваивать так убрали да брали обмолот еще не начался давайте ребят активнее потому что мне сейчас придется назначить мельника куда я его возьму а у меня здесь еще большой склад и он еще сделал о чем-то забит большой склад но он забит смотрите чем он забит углем дровами железной рудой какими-то луками немножко одежды стеганки да 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 я сюда его поставила сейчас вспомнила ну вот и он тоже ларечек поставил где правда непонятно где-то поставил там бар так кого же ставить господи тут дровосеки барама уже дровосеков снять или снять мне собиратель что ты делаешь значит идет за корзиной никель чисто так интересно какую корзину так наемники и что ты там делаешь никель зачем ты тут ждешь мне одно интересно они траву собирает сентябре наверно нет да все ясно вы все уволены вы все уволены и идете на мельницу вот а все остальные сейчас у меня пойдут на сбор урожая каждый раз да не дает расслабиться игра мне приходится вот тут снимать убирать одних убирать других ставить слушай лесники вот тут вообще очень все хорошо сделали вы молодцы вы леса насадили просто немерено ну вот должно хватить так смотри они убрали всю эту пшеницу но обмолачивать они ее пока не собираются да так пшеница я уберу ранний урожай кстати о-о-о-о-о наш ахеляин что у нас тут 349 пшеницы я думаю что им должно хватить и вот уже ячмень пошел так что у вас тут с людьми здесь целиком здесь мало снимаем эти горе пчеловодов к черту смотри на ларек успел поставить и снимай меня не увольняй меня вот где этот мед меда нету и не будет ладно давай а вот какой-то горшочек у них есть ну этот горшочек пока не донесут ой не это да это не знаю не то это не то чего хотелось бы по большому счету потому что я так считаю что если на что-то ты тратишь очков вот это вот с трудом заработанная более того ты не можешь потом это менять то оно должно уже приносить какую-то вот как например с яблочными садами вот тут хорошо тут ты можешь вообще строить сколько угодно тут-то не ограничено что ты можешь только два дома садом построить а тут почему-то две пасеки только всего так же как и с этим плугом такая ерунда и даже вот эти пекарни я думала что надо сюда выйти сюда а теперь я смотрю что это тоже в принципе нету необходимости в этом потому что вот это вот общественная пекарня она тебе испечет что угодно потому что хлеб это сезонная культура пшеница ты ее убрал и все дальше у тебя пекарня работает весь оставшийся год до следующего сбора урожая и делать ее в доме нету никакого смысла и опять же тратить сачку вот это вот развитие не знаю не знаю такое себе решение я не пробовала еще овцеводство мало-помалу размножаются они это теоретически мы можем торговать овцами стоит ли это того чтобы тратить на это очко развитие тоже не знаю может конечно там одну одно поселение сделать одно другое другое но во всех поселениях всегда проблемы с едой вот прям всегда проблемы с едой поэтому ты прям вот вынужден брать эти фрукты то что если не яблоки это спасение вот не обязательно идти куда-то сюда как мы выяснили это вообще все это можно купить и тут тебе ничего не надо в военном деле если совсем задница извините с едой туда вот это вот палаточка с хлебом тебе даст немножко немножко облегчи твои страдания дрова телега с дровами я спрошу себе зачем вообще нужно торговая логистика учреждения новых торговых путей всегда будет уходиться вам на 25 очков достатка региона так господи вот сейчас у меня там четыре тысячи там три тысячи уже дохода ну вернее в плюсе какая мне разница самый дорогой торговый путь по моему стоит тысячу на броню или на что-то я брала это того не стоит зловые навыки отменяет тариф на ввозимые товары что делает их дешевле на 10 на 10 чего единиц или процентов может быть стоит конечно идти сюда и завязывать всю экономику на торговле если они становятся просто на 10 дешевле тогда да закупаешь сырье производишь и продаешь готовый продукт если это так работает пока что я не знаю надо будет попробовать может быть с какой-нибудь мы построим новый городок и там попробуем вот эту систему тогда но пока что мы выляпались в мед у нас тут воск опять же тратить очку на то чтобы собирать воск продавать его не знаю такое себе и мы не пробовали еще чего мы не пробовали это всякие с пекарами понятно с плугом понятно все я сюда не ногой удобрения забор позволяет паровые поля как пастбище вот опять же смотри а почему сюда ведь это же логично делать от овцеводства ты заводишь овец выпускаешь их на поля которые вот пастбищем для них являются и они там бегают и гадят а почему же должна вот так вот идти сюда ну и ирригация урон растениям от засухи и рожь ну вообще как то сейчас в принципе мы и так то наш урожай не успеваем убирать а тут еще добавлять рожь возможно если играть на высоком уровне и там действительно будет засуха всякие такие страсти мордасти туда так ну что народ убираем ален всем временем закончился но у нас полно ткани я думаю что нам это не надо вот у нас подходит ячмень сентябрь я думаю что тут они справятся я пока не буду изыскивать какого-нибудь человека солодильня пока никого не ставим у нас в принципе все в порядке вот но это же история сейчас когда пойдет обмолот нам надо будет нужен будет мельник а еще что у нас будет потом так уберем ранний урожай надеюсь ты соберешь отсюда вот это все водовая продуктов в инбурге заполнилась так здесь пар потом лен потом пар так здесь ну типа пшеница пар потом ячмень значит здесь пар потом пшеница но пока что вроде все правильно так убирают убирают схранения сколько у нас хищ меня 190 получилось ну хорошо сентябрь успели они все здесь успели пошли в инбург что у нас тут творится с полями смотри-ка они тут тоже в принципе довольно бодренько все убирают но тут как-то мало всего мало лен да альна сейчас будет дофига вот давай проверим что у нас дальше будет в следующем году ячмень так земля под паром а потом она следующий год тоже под паром это нерационально нерационально давай-ка мы пшеничку туда так теперь здесь это сейчас пшеница пшеница господи пока они не уберут мне кажется фиг поймешь так это у нас сейчас под паром потом будет лен да пшеница б пшеница б потом ожилен так собрали 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 так с этим понятно ячмень они наверное под паром надо опять же потом потом ячмень я сейчас не пойму они просто потому что не убрали его или как или что пшеница написано или в этом году собирается сеять пшеницу не в этом году не надо сеять пшеницу в этом году давай под паром что ли потому что в этом году тут фиг его знает или ячмень так тогда вот опять пшеница но какая тут пшеница я не пойму вот это чёрт это меня протонуло что они сейчас тут делают под паром потом потом лен потом под паром это они копают это будет у нас лен вот здесь здесь под паром не дофигали у нас под паром пшеница так это они сейчас мне сажают что здесь лен здесь лен под паром все-таки не под паром все-таки пшеницу здесь пшеницу надо куда-то еще ячмени засунуть здесь 41 а здесь 49 вот все ребятки давайте я надеюсь вы успеете все это дело скопать скопать житница еще бы вам кого добавить а откуда вот вот откуда вас взять ниоткуда сгорно снять давай сборная уже кстати мельника можно снять и пока молоть нечего потом будешь молоть давайте вот важно сейчас вот успеть так пилорама работает как бы это странно не звучало я тоже сниму отсюда печь нельзя снимать печь нельзя у них ларьки сыромятные нельзя снимать солодильня он работает он обеспечивает всех пивом там тоже никого нельзя снимать так что только так только так под завязочку как говорится загрузили так пошли выхиляем как у нас тут октябрь месяц вы кстати тоже должно скопать эти поля наверно да вы только отнесли все ей а она будет земля под паром вам тут копать не надо вам не надо копать тут вам тоже не надо копать а тут будет лен в следующем году вот а потом у нас тут будет видно пшеница самые большие шансы ну это они быстренько скопают это собственно говоря не проблема для них или на нет ладно ладно мы обойдемся наверно двести пятьдесят четырьмя матками чему-то одежду не делаешь а красок нет шорт и ягодки заканчиваются шорта нам нужно нам нужен хлебушек кто-то появился кто появился а кто появился идет никуда он не идет вот смотри собиратели понаставили 4 ларька которые ягоды закончились будут пустовать сейчас не знаю давай тогда иди куда-нибудь в эти пасечник что ли лишний человек а ладно ладно вот еще один лишний человек куда они вообще все взялись вон он варить кто-то кому-то приехал ой какой денек красивый октябрь месяц а это в инбурге а ну хозяйство заполняют свои кладовые это потому что у них там всякие эти сбор овощей яблок ну вот они эти и забивают свои кладовые что страшного я понимаю что лишку лишку они относят на рынок если я не ошибаюсь по крайней мере было в демке и на самом деле демка по сравнению вот с этой релизной игрой я скажу она как-то более органично что ли было в плане хозяйства а тут много вопросов вообще-то так ну что вжух 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 они все засели лен у нас будет то что нам прямо так очень надо кстати надо следить даже не сколько за едой хотя за едой тоже сколько за пивом либо его у нас как-то быстренько выпивается кто вообще сомневался так они пошли обмолачивать вот относить он они цепов правда у них нету может быть если на замедленном это будет более видно ну типа обмолачивают и пошло зерно хорошо пошло зеренышко пошло одного мы уберем и давай сразу сразу сюда поставим ну посечники где мед где мед ты видишь она уж не зря идет и делает вид что несет горшок горшка уже давно нету там уже все съесть уже все съели весь этот мед не видать на меда у нас зима приближается октябрь месяц слушай здесь все понятно вы сейчас все сделаете что у нас здесь происходит но здесь я даже повлиять не на что не могу что они успеют то успеют они нифига не успеют так это под паром это под паром здесь пшеница ячмень пшеница 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 нам нужно октябрь и вот в ноябре в ноябре они бросят уже это поле они не будут там ничего делать ячмень уже и не один какой-то забыл забыл кинуть свое зерно и этот тоже забывчивый ой кто-то еще забыв чего знаете откуда я это беру а нет вот все видим полосочку пошло расти можно расслабиться и успокоиться если этой полосочки не появилась то неудачно так слушай дай-ка подожди секундочку у нас один к матри нам конечно далеко до наемников давай посмотрим опять блудные сыны прибудет через айхеля им смех здесь пусть стоят может и не взять 45 они будут жрать 45 копеек из казны давай наймем на всякий случай вот интересно они будут безобразничать зимой привести себе наемничка в принципе можно вообще свою армию не строить набрать наемников ну вот сколько что такое 45 копеек причем они берут вот эти деньги я так понимаю да судя по мешочку берут вот эти деньги да а вопрос они будут брать из того региона в котором стоят надо их сюда привезти потому что выхилянием там делать нечего там не так много денег чтобы платить наемников или а нет вот отсюда берут наемников а ну тогда какая разница они будут стоять пусть стоят в ахилайне потому что мы наверно я вот задумал какую мы следующую попытаемся отжать землю наверно ту которая с ахилайном граничит так ну что пшеницу они засели да ну будем считать что да давайте чуть-чуть осталось еще молотить не пошли что стоим треплемся иди там обмолоть тебя ждет давай давай все пошло расти потому да еще какой-то неистовый сеятель как же я ж не отработал свой норматив я сейчас пойду совершенно другой конец поля а ну вот тут вас двое таких да она она да 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 и ты еще тут забыл посеять что-то здесь чтобы все все посеяли ладно пускай обмолачивают а мы давай пойдем заберем наемников они тут топчется и наемнички пойдут давай их сюда приведем кричали женщину ура воздух чипчики бросали давай мы сюда выставим вам спеете еще настояться так здесь у нас что ой что у нас тут ну очевидно все да это пар это пар и это лен обмолот почти закончился мельница начала макму молить смыкну здесь у нас что что то есть да а здесь только зерна убираем двоих один пойдет сюда двое пойдут печь тоже пойдет человек более того в печь мы сейчас побольше что здесь засунем не не ну ну береги спасечники спасай свой мед армия идет хотя смотря они пути наемники у них видишь мой этот самый моя ворона на плаге с кого-то улочки да ой 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 господи парад будет что это ну забавное зрелище ну-ка строим обзор войск я надеюсь вы выстроитесь так как я вам показала выстроить ну ты знаешь это еще нормальные наемники потому что это я так понимаю тяжелое это вот я сюда который всем не пусть от одинаковые шлемы здесь тяжелые лучники и стопки лучше и вот это наверное тяжелая да у тут у одного есть кольчуга поэтому отряд тяжелых лучников вот и стоите отдыхайте да так и есть это тяжелый луч тяжелые наемники а что с ними можно делать стоите просто-напросто и вы тоже стоите они будут просто сами с собой там тусить да не 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 ошлое 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 вы не сможете найти правильныхisyптов в любой другой держите руки ошлое нельзя им как-то больно скомандовать чтоб они там шли погуляли там зачем я их вообще взяла ладно ладно пусть будет ладно пусть будет и так увлеклись увлеклись наемничка меня но зрелище то известно так друзья смотрим что у нас тут с едой хлебушек появился во время во время во время так здесь что-нибудь есть прощение съесть зерно здесь аж 100 зерна можем забрать наверно несколько человек так много то нам тут не надо и поставить в общую печь у начала добавить пасеки вообще смысла не вижу а тут я никого не могу трогать они все они все как один сидят дворька они обезопасились ларьками свое рабочее место прикрыли чего тут не поделаешь когда еще просто почему не всех вынимаю потому что они как мне кажется либо не носят либо кто-то носит либо это носит работники склада я пока опять же этого не пойму кто это делает это добрый человек который все это носит как муки вам хватит общая печь работает солодильня что нас с пивом делалось как обычно минус 3 но солода-то полно понимаешь чем дело солода дофига вот и один человек остается на всякий пожар на это хорошо на всякий пожар на прямом смысле этого слова кушать пожара это какие у нас славненькие домики получились маленькие узенькие но миленькие а кстати по поводу где эти его вора топливо пополнено я почему их-то делала потому что им опять же не так далеко ходить за сырьем им нужен что им нужно вот склад нужен они отсюда уносят солод это близко их там куча людей в этой то есть вот очень короткий путь и они сделали то же самое пиво предположимая отнесли его в амбар или куда они относят пиво на тот же склад да по моему да вот либо эти из корчмы забирают прямо у них я так думаю но обычно обычно так делается в играх подобного рода вот в чем проблемы я не вижу почему у нас его идет в минус чему минус 3 вот корчма корчме сколько там 8 почему минус 3 когда это вижу у меня а может быть потому что нету на складе а то что в корчме не считается если мы тут вот включим эту фактическую отображение то вот всего 10 а из доступных у нас минус 3 да потому что они там эти вот они вот она та самая минус пиво вот она минус пиво мужики чё наемнички сглатываем слюну они там я думала наемнички уже тут сидят смотри сколько тут народу сидит ползеют не работают обалдеть ладно друзья мои знаете что давайте наверно может быть здесь мы закончим ахеляин у нас пока все более-более меня как здесь два человека здесь тоже 2 из можно снять с одного здесь можно снять с одного отправить всех быстренько все перемалывать здесь есть а подожди перемалывать перемирит они быстро все пошло 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 дело пошло хлебушек пошел вот а что ты тут делаешь подожди тут же а мне нужен человек сюда а тут двое они работают дровосек филорама в общем даже не знаю нужен ли по большому счету может и не особо нужен нет конечно можно понаделась досок там не знаю для чего-то для каких-то расширений у нас 50 досок куда больше то 1 давай поставим 1 сюда 1 сюда и жидница кого-нибудь соберем тем более в ней вообще ничего нету тут еще зерно какое-то есть пускай охраняет на тот самый пожарный случай ну что пасечники скажите мне скажите мне что у вас пасека забита пивом а пиво именно пивом она наверное забита чем угодно но только не медом так что друзья вот такая вот такая вот не сладкая жизнь а зимой так и подавно не будет никаких пчел а ты кто такое почему ты так мельник зерно несет карманах зерно несешь или где сплошные бездельники потом удивляешься что у тебя ничего не работает это не игра виновата это бездельники виноваты вон они ходят кабаке сидят пиво в минус выпивают плашное безобразие ну наемочки теперь тут будут стоять и девица мочи место есть большой плац для этого здесь и сделан вот а я с вами друзья мои попрошаюсь я не знаю чем мы займемся следующей серии может быть я немножко все таки я буду за кадром немножко проходить ну потому что там скучная зима будет зимой нечего делать строить особо нечего я наверное просто подтянул кое какие домики до 2 скорее до 3 вот и это мы все с вами видели так что увидимся когда у нас будет более красивая более красивый пиво для встречи подошли я ищу место для фотки все я с вами прощаюсь всего хорошего и пока 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 все я с вами Субтитры сделал DimaTorzok